Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наша собеседница сегодня – жительница Лондона Ирина Шумович, консультант по образованию, в прошлом журналист Би-Би-Си. Ирина, представьте себе, что у нас есть машина времени, и мы переместились в ранние 80-е годы прошлого века, и вы вынашиваете планы, как вам сбежать из Советского Союза на Запад. Вы как-то представляли себе этот самый Запад? И когда вы оказались на Западе, он оправдал ваши ожидания? Он совпал с вашим образом? Значит, мое впечатление о Западе. Я училась в английской школе, и к нам в школу часто приезжали иностранцы. Они всегда были красиво одеты и вкусно пахнущие. Мы им пели освободительные песни, там, Пола Робсона, «We shall overcome», они дарили нам то, о чем мечтали все советские дети – жевательную резинку и шариковые ручки. А потом учителя у нас отбирали все это, как унизительные западные подачки. И мы ненавидели учителей и представляли себе Запад как землю личной свободы и всего прекрасного и ароматного. Ну и собирали, конечно, информацию о Западе по крупицам, западная музыка, одежда, литература – все это было гораздо интереснее советского. Потом стали попадаться журналы, мы видели какие-то картинки своих ровесников на Западе в расклешенных джинсах, с ромашками в длинных волосах, лежавших на траве в Вудстоке, пока мы, советские студенты, собирали гнилую картошку в холхозе. Конечно, хотелось той жизни. Как-то мне приятель, американский студент в Ленинградском университете показал фотографию своего дома в Миннеаполе с Миннесота. И это было гранитное здание вроде нашего дома книги, бывшего дома Зингера в Ленинграде. У него даже перед домом были садник с тульпанами. И, конечно, я свою жизнь на Западе по всем этим собранным крупицам представляла именно так. Но наш вход в Англию был очень трудным. Я недавно прочитала книгу британского писателя Абдуль-Разаха Гурнаха. Он получил Нобелевскую премию по литературе 1921 или 1922 года. И там описывается подобное нашему входу в Англию, подобная судьба человека, который приехал на корабле из Занзибара, где он пережил чудовищные лишения, пытки, ссылку. Он потерял все, что у него было, утратил всех, кого он любил. И приезжает в Англию до корабле просить политического убежища. И с ним разбирается чиновник по имени Кевин Эдельман. Этот герой романа привез с собой единственное, что у него осталось и что связывало его со своим прошлым. У него была с собой резная деревянная коробка с благовонием. Это благовоние производилось только из смолы алоевого дерева в Камбодже. А смолу выделяли только алоевые деревья, зараженные определенным вирусом. То есть это было очень-очень редкое благовоние. Но для него это была еще единственная связь с его прошлой жизнью. И вот иммиграционный чиновник Кевин Эдельман с ним разбирается. Ему так не хочется с ним разбираться. И он им говорит, слушай, уехал бы ты обратно на корабле. Может, уедешь обратно. Чего тебе тут в Англии делать? И потом он, в конце концов, очень неохотно заполняет его бумаги и передает его в руки благотворительной организации, занимающейся принятием беженцев. И говорит ему, окей, приехал, уходи с этой организацией, но вот эту коробочку деревянную тебе придется оставить. Ему самому захотелось, естественно, это благовоние. У нас был опыт примерно такой же. Конечно, у нас иммиграционные чиновники ничего не отобрали, у нас нечего было отбирать. Но они были холодными, безразличными людьми. Например, на первую ночь нашу в Англии они отправили нас в тюрьму в Гуле. Не потому, что мы были заключенными. Они нам сказали, вы не заключенные. Это было просто самое плохое решение избавиться от нас и отдохнуть, и обеспечить нашу безопасность одновременно. Но это было такое жестокое решение, потому что, конечно, мы после чудовищных сложностей переезда, физических, эмоциональных, потом мы были советскими людьми, которые не верили властям. И то, что они нам сказали, вы не заключенные, совершенно не означало, что мы поверили, что мы не заключенные. В тюрьме нас развели в разные отделения. У них в тюрьме мужское и женское отделения раздельные. И, конечно, я всю ночь рыдала и думала, что они нас развели для того, чтобы его отдать, например, обратно советским властям, а меня вообще так и оставить в этой тюрьме. И в какой-то момент, мне было 25 лет, я была абсолютным ребенком, и я рыдала всю ночь, при том, что я четыре предыдущих ночи тоже не спала. И в какой-то момент посреди ночи зашла служительница этой тюрьмы. И ко мне, наверное, пожалела меня и хотела меня как-то успокоить. Она меня так по руке погладила и говорит, не плачь, детка, завтра тебя поместят в открытую тюрьму. И я ее спрашиваю, а что такое открытая тюрьма? Она говорит, ну, у тебя будут контакты с другими девушками. Это меня, конечно, совершенно не утешило. Так что это было очень-очень трудно. Потом были там разные, уже немножко лучшее условие, и четыре-пять дней, пока рассматривалась наша просьба о политическом убежище, уже немножко улучшились наши обстоятельства. А потом они нас посадили на поезд из Манчестера в Лондон, не дав нам никакой помощи. Мы сами даже купили билеты. У нас было с собой 500 фунтов, и они об этом знали. И мы приехали в Лондон в три часа ночи. Лондон тогда был совершенно не такой, как Лондон сегодня. Это был серый, мрачный город. И мы приехали в три часа ночи, вышли на Юстон Роуд, серое, все черное, ужасно казавшееся зловещим. Желтые огни мрачно освещали дорогу. И мы в этом городе не знали ни души. Вы не рассказали о приключении, собственно, о плане и об осуществлении побега. Прошу вас, я и Игорь, мы все внимания. Ну, как пришла идея отъезда? Сколько себя помню, всегда думала уехать. У меня были разные планы. Например, туристическая поездка в Финляндию и убежать в американское посольство, попросить одного из своих знакомых американских студентов в Ленинградском университете о фиктивном браке. А потом я познакомилась с Олегом, он учился в Макаровском училище, регулярно на советском корабле, бывал на Западе. Он был совсем не похож на всех моих других друзей. У него были короткие волосы, он ходил в форме. А мы всегда предполагали, что форма как бы эквивалентна по виновению режиму. Но потом оказалось, что у нас много общих интересов, и наша влюбленность была основана на общем желании личной свободы. И вот я его как-то спросила, ты придумал, как нам убежать на твоем корабле? И оказалось, что он придумал. И он сказал, слушай, абсолютно легко, я устроюсь на корабль, который плавает четыре дня из Ленинграда куда-то на запад. Ты спрячешься под кроватью в моей каюте, и мы приедем и убежим с корабля. Потом, когда как бы возникла общая идея, мы, естественно, стали разрабатывать детали. Во-первых, мы поженились, потому что, не поженившись, я не смогла бы попасть на корабль. Только жены людей, которые работали в Ленинградском порту, наши порты в Советском Союзе, были форпостом советского государства. И они были границей. И попасть в порт было невозможно, не будучи в каких-то родственных отношениях с кем-то. Значит, мы поженились. Это дало мне право приходить в порт и заходить на корабль перед отъездом, чтобы попрощаться с мужем, который отправляется в длительное путешествие. Значит, несколько раз я ходила на этот корабль, и мы внимательно изучали процедуру прохода. Когда мы приехали на корабль, я сдала свой паспорт матросу на вахте. Он записал мою фамилию в журнал. Потом я пошла в каюту, Олег пошел на вахту, то да сё, и потом уже дело было близко к отплытию корабля, когда, по идее, всем родственникам надо было с корабля уйти. И что он сделал? Поскольку он был помощником капитана, он пошел, отправил вахтенного матроса там что-то сделать, забрал мой паспорт, выписал меня из журнала. И поскольку была такая суматоха с отходом корабля, никто не заметил, что я осталась в его каюте. Значит, в его каюте заранее было подготовлено, это тоже была целая длинная история, в которую я не буду вдаваться, но в его каюте он распилил ящики под кроватью. Таким образом, что позади ящиков осталось пространство, куда я залезла. Конечно, мы были молодыми, и с одной стороны очень здоровыми и гибкими, с другой стороны мы были молодыми, очень самонадеянными, глупыми и недальновидными. И я абсолютно не представляла себе, какой кошмар будет находиться под этой кроватью. Мы с друзьями гуляли, веселились, я много выпила шампанского, и потом оказалась под кроватью. Это было абсолютно ужасно. Я там довольно долго должна была пролежать, прежде чем он смог меня оттуда достать. Каждые там сколько-то он стоял 4 часа на вахте, а потом он мог отдыхать в своей каюте. И когда он отдыхал в своей каюте, он меня выпускал из-под этой кровати, и я могла сидеть на туалете в его душевой, в его ванной и немножко отдыхать. Тогда я могла пить воду, есть бутерброды и так далее. Ирина, вот вы уже близки к осуществлению вашего плана. Вы уже прыгаете с палубы на пристань английскую, и, по-видимому, уже через 20 минут или полчаса вы встречаетесь с полицейскими чиновниками. Это была неприятная встреча или приятная? Корабль приплыл в 3 часа ночи, и мы спрыгнули с корабля. Там был трап, и он был поднят довольно высоко. Нам пришлось с него спрыгнуть примерно с полутора или двухметровой высоты. И мы идем по территории порта, 3 часа ночи, темно, и мы встречаем двух людей в форме. Они нам говорят, кто вы такие? Мы говорим, мы вот с этого корабля мы хотим попросить политическое убежище в Великобритании. Они нам говорят, у вас есть сигареты или спиртное внести в таможенную декларацию? Они говорят эти слова там по-английски, и мы ничего не понимаем. Мы думаем, может, они не поняли, что мы им сказали? Мы говорим, мы вот с этого корабля хотим попросить политическое убежище в Великобритании. Они нам опять говорят, У вас есть сигареты или спиртное внести в таможенную декларацию? Я вот сейчас, по прошествии 40 лет, могу вам пояснить. Это были люди, которые просто выполняли свою работу. Это были таможенные чиновники. Их задача была не предоставлять политическое убежище каким-то молодым безумцам. Их задача была разобраться, есть ли у них какие-то товары, которые они возят. Они не поняли нас, мы не поняли их. Они махнули рукой и отвезли нас в полицейский участок. Там сидел чудесный полицейский, который ничего не решал. Он поил нас чаем. И мы у него сидели. У нас с собой в сумке оказалась кассета Rolling Stones. И мы с ним сидели много-много часов, слушали Rolling Stones, пили чай, ели бутерброды. Пока не прибыли из Home Office, из британского Министерства внутренних дел, два официальных лица, которые уже занимались рассмотрением нашей просьбы на политическое убежище. Ирина, что случилось потом? Быстро ли вы начали рассказывать людям о пережитом и долго ли сами помнили свое приключение? Эти чиновники, мы их называли серые чиновники, они были ужасные, ничем нам не помогли. На первую ночь отправили нас в тюрьму. Говорит радио «Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Радио «Свобода». Подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мы беседуем с жительницей Лондона Ириной Шумович, консультантом по образованию, а в прошлом – журналистом BBC. Я вас слушаю, у меня такое чувство, что мы смотрим сериал, причем у нас огромное преимущество. Мы можем смотреть первый эпизод, второй, третий к ряду и так далее. Первый эпизод, да, захватывающий. А потом как бы вырастали в английский быт. Как всегда, это происходит очень постепенно. Вот с Саймоном и Филом мы узнали, что такое пабы, мы узнали, что такое тори и что такое лейбористы. Мы узнали, как они все ненавидели миссис Тэтчер, которую мы все обожали и которой мы восхищались. Стали постепенно понимать, что люди на Западе тоже не вполне довольны своим социальным устройством. Потом стали думать о путешествиях, о работе. Потом я начала преподавать русский в частной школе для девочек. Ну и так далее, и так далее. Как-то жизнь сама тебя куда-то выносит. Ирина, вы сказали, что работали в частной школе для девочек. Если я не ошибаюсь, это престижная школа Сент-Пол. Английская педагогика отличается от прочих европейских систем образования? Британское либеральное образование основано не на запоминании фактов, а на развитии индивидуального творческого мышления. И строится она на том, что, ну, конечно, кроме точных наук, нету одного правильного ответа на поставленный вопрос. Если ученик хорошо обоснует свое решение, это и есть правильный ответ. Ну, приведу вам, может быть, пару примеров. Вот, например, моя дочка изучала в школе венецианского купца Шекспира. И они дошли до места, вы, конечно, помните эту знаменитую сцену, где во дворце Дюка Шайлок требует фунт плоти Антония. Тут следует пояснить, значит, Шайлок, еврей, ростовщик, он одолжил деньги купцу Антонию. Антоний, антисемит, давно ненавидит Шайлока и много раз его унижал. Шайлок в ответ, конечно, ненавидит Антония и поэтому дает ему деньги Антонии в отчаянной ситуации, ему они очень нужны. Дает ему деньги не под залог процентов, а под залог фунта плоти Антония. Антоний деньги вовремя не выплачивает и Шайлок требует фунта плоти. Сцена разбирательства конфликта происходит во дворце Дюка. Тут вмешиваются силы, благоволящие Антонию, он спасен и Шайлок с позором изгнан. Домашнее задание следующее. Представьте себя репортером того времени, присутствовавшим на этой сцене во дворце Дюка. Изучите внимательно эту сцену и напишите о ней два репортажа. Один в еврейскую, другой в христианскую газету. Я эту историю однажды рассказала одному из своих клиентов и сказала ему, чему учит по-вашему британское образование по этому примеру. И он мне сказал лицемерию. Ну на самом деле это конечно учит не лицемерию, это учит тому, что существует много точек зрения на одно и то же событие. Это учит критическому осмысливанию действительности и креативности. Ну или вот, например, еще один пример. Мой сын изучал в школе Российскую революцию и в частности личность царя Николая Второго. Им дали несколько высказываний современников о Николае Втором. И домашнее задание было описать характер последнего российского царя на основании воспоминаний современников. Я не помню все высказывания, которые там приводились, но одно из них было, он не только страной, он даже деревенской почтой не сможет управлять. А второе было, он всегда прислушивается к мнению последнего оратора и соглашается с ним. Когда дети пишут домашнее задание и описывают характера Николая Второго, что они видят? Первое, что он не только страной, а даже почтой не мог управлять, это эмоциональный выпад. Второе, это историческая достоверность. И как представляется себе характер человека, который прислушивается и соглашается с мнением последнего оратора? Ну что можно о нем сказать? Ленивый, пассивный, не интересуется тем, чтобы узнать все существующие мнения и принять наилучшее решение. Хочет поскорее закончить завещание и уйти домой. Ну то есть плохой лидер. И в таком домашнем задании нет одного правильного ответа. Каждый ученик воспринимает это по-своему и описывает это по-своему. Мне кажется, это иллюстрирует британское образование как креативная и развивающая личность. И вообще-то в современном мире гораздо важнее знание фактов, критическое мышление и оригинальные идеи. Нобелевские премии, например, дают не за знание фактов, а за новые оригинальные идеи. У вас богатый опыт работы на BBC и во Франции на Евроньюз. Что это за звери? BBC – это огромная корпорация. У нее есть миссия просвещения, образования и развлечения своей аудитории. У нее есть очень серьезная редакционная политика сбалансированного освещения событий, предоставления многообразных точек зрения на освещаемый вопрос. BBC – это огромная, очень профессиональная организация. Евроньюз – это очень-очень маленькая операция. В то время, когда я работала на Евроньюз, они свои оригинальные программы не делали. Они покупали картинки в агентствах, в международных информационных агентствах и делали просто озвучивание. Так что гораздо меньше и гораздо менее креативно. Ирина, вы уже много лет консультируете в Англии приезжих, ну, приезжих прежде всего из России. В какую школу послать ребенка, в какой колледж, как планировать их будущее, что это за работа, с какой публикой вы работаете? Сначала, когда я начала этим заниматься где-то в 2007-2008 году, мои клиенты были просто супер-супер богатые. Люди, которые прилетали на частных самолетах, которые навещали своих детей в школе на вертолетах или там на трех Мерседесах одновременно. Были у меня клиенты, которые тьютеров из Лондона на летнее время перевозили в Монако на частном самолете и поселяли на своей яхте. Очень требовательные, очень сложные, со сложной эмоциональной организацией. Довольно трудные были все люди. Все, конечно, хотели, если это мальчики, только Виттон и Хэроу их устраивать. Дети были все немножко заброшенные и проблемы решались просто забрасыванием их деньгами. Была довольно сложная ситуация. А потом с годами стали появляться уже профессиональные люди, которые немножко больше занимались своими детьми. И дети были больше подготовлены, может быть, лучше образованы. И амбиции у них были не обязательно послать в лучшую школу, а послать в школу, которая больше подходит ребенку. И, честно говоря, я всегда думала, что посылать российских детей в западные школы, особенно в английские, вот в ту систему образования, о которой я вам рассказала, мне всегда казалось, что в конце концов это приведет к изменению и либерализации России. Потому что, в общем-то, все дети, которые приезжают учиться на Запад, это дети из привилегированных семей. И я думала, что все эти дети из российской элиты получат либеральное образование, научатся анализировать и критически осмысливать события. И благодаря им они начнут занимать политические или места в лидерстве бизнеса, которые занимают их родители. И Россия начнет изменяться и либерализовываться. Но, к сожалению, пока этого не произошло. Как вам кажется, стали ли вы за это время человеком зарубежья? Или русское в душе это как клеймо навечно? Я, скорее, человек зарубежья. Большинство моих друзей англичане, наверное, так случилось, потому что, когда я приехала в Лондон в 1983 году, русских тут вообще было раз-два и обчелся. Вот люди, которые работали на русской службе BBC, может быть, человек 30, и еще, может быть, 10-20 девушек, которые вышли замуж за иностранцев. Так что русских, в общем, не было. Ну, так сложилась моя жизнь. Так что большая часть друзей англичане. Я провожу половину времени в Лондоне, половину во Франции. Я никогда не хотела есть борщ и салат оливье с русскими друзьями. А мне всегда было интересно понять, чем живет эта страна и что делают местные лондонцы. Ирина, ваши дети выросли в Англии, получили английское образование, школьное, высшее. Вы чему-то научились у них? Ну, конечно, у детей я научилась всему самому лучшему. Все мои либеральные мировоззрения, они как бы завершили и обострили. Моя дочь, например, страстная феминистка и очень-очень заботится об окружающей среде. А мой сын очень страстно выступает против расизма. И, конечно, у меня были множество всяких предрассудков. Феминистки – это женщины с волосатыми ногами, которые не бреют подмышки. И футков, как я говорила раньше, как мне кажется, родившись в Советском Союзе, я ассоциировала свои советские предрассудки со здешней жизнью. Это не вполне совпадающие понятия. Так что дети научили меня очень многому. Ну, уже не говоря, конечно, о музыке. Если, например, рэп и дрилл, которые я узнала от своего сына, я бы никогда не слушала, я бы никогда не знала, кто такой Стомзи. Я бы никогда не знала очень многого. Я бы никогда не знала, например, интересной африканской литературы, которую моя дочка мне приносит. Так что, да, благодаря им все-таки новое поколение. Можно относиться, я не знаю, можно относиться к новому поколению, либо они ничего не понимают, и у них нет никакого опыта, либо думать, что они будут жить этой жизнью, и они хотят преобразовать мир таким образом, чтобы он подходил для них. И я придерживаюсь последней точки зрения, и поэтому я к ним прислушиваюсь, и очень рада, что они меня многому учат. Ирина, большое спасибо, и счастливых плаваний. Спасибо. Thank you so much, Ирина. Merci bien. Нашей собеседницей была Ирина Шумович, консультант по образованию, в прошлом журналист BBC. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах. Ирина Шумович, консультант по образованию, в прошлом журналист BBC. Спасибо. Спасибо.